МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. Цены на сезонные продукты снижаются, количество ярмарок растет. Где можно купить товары от сельхозпроизводителей, обсудили на священии в мэрии совместно с главой города Еленой Лапушкиной. Обновление сквера Узакса и сквера Куйбышева, преображение Воронежских озер и парка Молодежный. Глава Самары Елена Лапушкина посмотрела, как благоустраивают общественные пространства в разных районах города по программе формирования комфортной городской среды. 23 несчастных случая с летальным исходом в летние каникулы. МЧС региона усиливает профилактическую работу и проводит проверки на несанкционированных пляжах. Почти 3000 юношей и девушек соревновались за награды. В столице региона определили победителей любительского турнира «Лето с футбольным мячом». Действующий чемпион оказался не по зубам. Крылья советов крупно проиграли на выезде питерскому «Зениту». В Самаре прошел сильный дождь, и городские службы взяли на контроль ситуацию и следили за состоянием дождеприемников, движением общественного транспорта. В Куйбышевском районе затопило улицу Парниковая. МП благоустройства прибыло на место и начало откачку воды. Левень отразился и на работе общественного транспорта. На пересечении Новосадово и Гастелло подмыло трамвайные пути. Регулирование движения трамваев на этом участке осуществлялось в ручном режиме. На помощь сотрудникам ТТУ пришли строители развязки на Новосадовой. Совместными усилиями в 17.10 движение трамваев на этом перекрестке было восстановлено. В Самаре снизились цены на овощи, сахарный песок и яйца. Это связано не только с сезонностью, но и с большим количеством ярмарок, на которых можно купить продукцию местных производителей. Причем число их растет. Где еще откроются торговые площадки, говорили на совещании под руководством главы города Елены Лапушкиной. Подробности в нашем сюжете. В Самаре подешевели сезонные продукты. Так, цены на капусту снизились на 65%, на соль на 56%, консервы рыбные подешевели на 23%, сахар-песок на 24%, морковь на 23%, картофель на 21%, яйца куриные на 21%. Это связано не только с тем, что начался сбор урожая, но и с большим количеством сельскохозяйственных ярмарок, работающих на территории Самары. Об этом говорили на совещании под руководством главы города Елены Лапушкиной. Сеть торговых предприятий Самары насчитывает почти 6 тысяч объектов, и их количество растет. По сравнению с первым кварталом текущего года, павильонов стало больше на 2%, киосков и тонаров на 7%. В начале года работало 28 ярмарок на 1240 мест, в том числе 5 универсальных, круглоготичных, на пересечении улиц Киевска и Тухачевского, по адресу Белорусская 131, Чернореченская 38, на перекрестке Булкина и Дыбенко. Кроме того, впервые в этом году по просьбе жителей традиционная осенняя ярмарка на мехзаводе была открыта в апреле. До середины мая в палатках там продавали плоды, овощную продукцию, саженцы и рассаду. Было организовано 40 торговых мест. С первого июля по выходным на ярмарке в поселке мехзавод торговали с автомашин. Сейчас работа приостановлена. Ярмарку планируем открыть в августе, когда уже будет продукция, вырастет продукцию сельхозпроизводителей. Планируем точно так же, как и в прошлом году, поставить 87 палаток, плюс будет в районе 35 мест с автомашин. С 28 мая начала работать коммерческая ярмарка на 200 торговых мест в Кубишевском районе по адресу Главное 23. Кроме того, организовать ярмарки с автомашин городские власти планируют в Красноглинском районе на улице Мира 6 на 30 торговых мест, в Промышленном районе по адресу Физкультурная 101 на 70 торговых мест, Победы 115 на 70 мест, в Ленинском районе на улице Садовая у музея Лабина на 46 торговых мест. Всего дополнительно будет создано 216 торговых мест. С 8 июля открылись три новые сезонные ярмарки на 55 торговых мест. Они размещаются там, где раньше велась несанкционированная торговля. Это Советская армия 5, Победа 92А, Гагарина 157. Уже выбраны операторы и ведутся работы по открытию еще четырех площадок на 117 мест. Они встретят покупателей в августе. Это рынок на пересечении Пензенской и Владимирской, в Октябрьском районе на улицах Старозагора и Гастелло, в Кировском районе на улице Земица, в Кубишевском районе на пересечении Фасадной и Молодежной. Таким образом, мы увеличим количество торговых мест в сравнении с началом года на 688. Но посещая ярмарки и другие места скопления людей, не стоит забывать о мерах безопасности. В регионе вновь растет число случаев заболевания коронавирусом. Рост идет совершенно точно. Мы видим это по цифрам. Поэтому давайте уж соломку подстелем. Уже сейчас начнем максимально размещать информацию, что болезнь никуда не отступила, что надо вакцинироваться, пришло время. Вакцины в поликлиниках имеются в достаточном количестве. Тем, у кого прошло полгода с момента последней прививки от коронавируса, рекомендует повторить вакцинацию. Виктория Шарая, Василий Колдашов. События. Обновление сквера Узакса и сквера Куйбышева. Преображение Воронежских озер и парка Молодежного. Глава Самары Елена Лапушкина посмотрела, как благоустраивают общественные пространства в разных районах города по программе формирования комфортной городской среды. В этом году таких территорий пять. Где работы уже завершили, а где они в самом разгаре, увидела Светлана Кудрявцева. Сюда приезжают в день свадьбы и в день регистрации новорожденных. Здесь соединяют сердца и просто гуляют всей семьей. Сквер Узакса на улице Сергея Лозо – знаковое место для жителей всего Красноглинского района. Пока здесь работает техника, но уже к сентябрю пространство преобразится и будет создавать праздничную атмосферу. На данный момент выполнено тротуарное мощение, лестницы, подборные стенки идут к завершению, благоустройство в виде газонов, освещение проложено. Проект вступает в финальную стадию. Осталось обустроить газон, провести озеленение, установить новые осветительные приборы, скамейки, урны. Также в сквере устанавливают два новых арт-объекта – арку влюбленных и беседку. К ним будут вести экодорожки. Глава Самары Елена Лапушкина проверила ход работ. За благоустройство этой территории по программе формирования комфортной городской среды ранее проголосовали сами жители. Сквер около ЗАГСа Красногленского района, мне кажется, получится таким очень интересным, очень теплым, очень милым семейным пространством, с интересной подсветкой, с интересными решениями. И, думаю, молодых пар в этом ЗАГСе совершенно точно прибавится. В этом году начался первый этап благоустройства парка «Воронежские озера» в промышленном районе. Работы идут со стороны дублера Московского шоссе до границ храма. Бетонируют чашу фонтана, занимаются подключением коммуникаций, озеленением газонов, мощением дорожек и освещением. Самые масштабные работы по программе формирования комфортной городской среды в этом году идут в парке «Молодежный». Основной фронт работ сейчас со стороны улицы Нововокзальной. На данном объекте ведутся работы по мощению велодорожки, центрального променада, устройства центральных газонов, посевных, освещение, разводится автополив, устраивается подготовка под детские площадки и установка МАФ. Здесь будут установлены арт-объекты в виде букв, которые составят надпись «Молодежь» и урны скамейки. В следующем году жители смогут проголосовать за второй этап благоустройства парка. Осмотрела Елена Лапушкина и несколько дворов Самары. Во время прошлого объезда жильцы дома 89 по улице Победы в Советском районе пожаловались на скопление воды. Глава города проверила, устранены ли причины. Проблему обещают устранить в ближайшее время. Есть договоренности. Двор на Владимирской Чернореченской в железнодорожном районе был благоустроен одним из первых по программе, которую инициировал Дмитрий Азаров, когда был мэром Самары, двор, в котором мы живем. Сейчас территорию сохраняют, обновляют асфальт, поддерживают малые архитектурные формы. А в Куйбышевском районе Самары уже завершили благоустройство сквера на пересечении улиц Бакинской, фасадной и Пугачевского тракта. Как и сам район, он носит имя Куйбышева. Здесь уложили новое плиточное покрытие, посадили газоны, сделали освещение, установили лавочки и подвесные скамейки. Общие впечатления, конечно, позитивные. Вот этот сквер, на котором мы находимся, в Куйбышевском районе, он уже закончен, он уже принимает посетителей, и мы видим, что он стал очень уютным, очень светлым, мне кажется, очень востребованным. Не просто так за него люди проголосовали. Напомним, что в этом году по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда» в Самаре благоустраивают пять общественных пространств. В следующем году жители снова могут принять участие в голосовании и выбрать объекты, которые преобразятся уже в 2024 году. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов, Константин Головин. События. В МЧС напоминают, купаться в необорудованных акваториях может быть опасно для жизни. Из-за несчастных случаев на воде на территории несанкционированных зон отдыха сотрудники ГИМС усилили профилактическую работу. Специалисты ежедневно проводят рейды. На одну из таких проверок побывала наша съемочная группа. Михаил Ермоленко расскажет подробнее. По данным Главного управления МЧС России по Самарской области с начала 2022 года произошло 36 происшествий на воде. Погибли 23 человека, в том числе двое детей. Трагедии с участием несовершеннолетних произошли на озере Ладное в Кенеле и на озере Подстепновка в одноименном поселении. 53 человека удалось спасти. Для профилактики несчастных случаев ежедневно сотрудники ГИМС проводят проверки несанкционированных мест отдыха. Напоминают жителям о возможных опасностях, раздают информационные памятки и рассказывают о главных факторах, которые могут привести к трагедии. Взрослые люди, да, это алкоголь. Отдыхают с детьми, употребляют спиртные напитки. Должного внимания за детьми, естественно, не ведется. Потом беспечность какой-то. У людей есть вера, что с ними плохое не случится. Все чаще становятся такие вот случаи, когда надывают там матрасы, кладут ребенка, да, если есть течение. Не находятся в это время рядом, непосредственной близости от ребенка. Спасатели говорят, на таких пляжах в случае опасности человеку придется рассчитывать только на себя. Многое зависит от самих жителей. Ну, в принципе, каждый человек за себя отвечает. Ну, сейчас вода теплая, сейчас вполне безопасно. Ну, главное, чтобы родители следили за детьми. И родители далеко не заплывали. В МЧС напоминают жителям. Для отдыха лучше выбирать оборудованные пляжи, где есть спасательные пункты. Акватория разграничена буйками. А дно проверяют и чистят перед началом купального сезона. На территории городского округа Самары действует 10 таких пляжей. В целом по Самарской области их 44. Михаил Гермоленко, Григорий Плешаков. События. В Самаре прошел первый этап передачи личных вещей легендарного адмирала Ивана Исакова. Церемония состоялась в Военно-историческом музее. Сейчас документы отправятся в Москву. А в среду их передадут армянской стороне. Затем они будут храниться в Национальном музее страны. Тему продолжит Светлана Тимофеева. Эти документы по праву считаются уникальными. Когда-то они принадлежали адмиралу флота Советского Союза Ивану Исакову. Прошли с ним всю Великую Отечественную войну. Около 15 лет они хранились в частной коллекции. Затем во временной экспозиции Самарского военно-исторического музея. Теперь эти вещи уедут в Армению. Если сравнить, кто Жуков для России, мы знаем, это национальный наш герой, маршал Победы, то можно сказать для Армении, вот он, такой же Жуков, как для России, для Армении, это Исаков, адмирал Исаков. В 1942 году Иван Исаков во время Туапсинской операции получил тяжелое ранение, после чего лишился одной ноги. Но продолжил службу на флоте. Когда старый предложил ему должность высокую, он ему писал, вот я готов, но понимаете, я же без ноги, смогу ли я справляться. На что старый в своем манере ответил. Да вас, говорит, начальник этого штаба, вообще без головы как-то же работал, так что вы справитесь. Коллекционер Дмитрий Хмелев вспоминает удивительную историю. Когда вещи адмирала возились в поезде Победы. На станцию Чебаркуль, где стоял состав, внуки привезли 95-летнего ветерана. Оказалось, он был в команде, которая эвакуировала Исакова после ранения. Столь долгий путь ветеран проехал, чтобы увидеть документы адмирала. Жалко, очень жалко, потому что, конечно, все документы для нас ценные, которые у нас бывают экспозиции. Но есть более высокие вещи. Я думаю, что для армянского народа эти документы представляют определенную сакральную сущность, потому что все-таки это герой огромного размера именно для армянского народа. И мы хотим, чтобы все это было таким актом дружественности, актом доброй воли для укрепления нашей дружбы, наших народов, чтобы мы помнили общий подвиг наших отцов и дедов. Сегодня документы из Самары отправятся в Москву, где уже 27 июля их передадут армянской стороне. К сожалению, у Ивана Исакова не было детей, но офицеры выразили надежду, что 9 мая следующего года найдутся люди, которые пройдут с его фотографией в бессмертном полку. Светлана Тимофеева, Сергей Баскин. События. Далее коротко о других темах дня. В России за последние две недели в два раза вырос спрос на маски и антисептики, информирует один из крупных российских онлайн-ритейлеров. Самый высокий спрос на маски зафиксирован в Калужской, Астраханской, Курской, Тульской областях и Москве. По данным аналитической службы компании, в основном россияне предпочитают приобретать маски в пачках по 50-100 штук. Средняя цена одной маски в июле чуть больше рубля. В Самарской области гидроплан совершил жесткое приводнение на поверхность Волги в районе острова Ширяевский. Самолет получил повреждение. Информация о пострадавших уточняется. В обстоятельствах происшествия разбираются следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. По результатам проверки примут процессуальное решение. С 24 июля в России вступил в силу закон об ужесточении наказания для водителей. В частности, будет применяться конфискация автомобиля в пользу государства. Лишиться машины могут водители, которые повторно были пойманы за рулем в нетрезвом виде. Меры коснются и тех, кто систематически превышает скорость. Кроме того, за опасное вождение в случае повторного правонарушения водителям будет грозить штраф до 250 тысяч рублей или до года лишения свободы. С 1 июля этого года новый паспорт можно оформить в течение пяти рабочих дней, независимо от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств его замены. Наш корреспондент Елена Чернявская ознакомилась с нюансами оформления документа и готова поделиться подробностями. Паспорт гражданина – основной документ, подтверждающий личность. Купить билеты, оформить важные документы или устроиться на работу без него – проблематично. С 1 июля этого года на оформление паспорта потребуется не более пяти дней. При этом срок не будет зависеть ни от места жительства гражданина, ни от причины замены документа. Оформить удостоверение личности можно через госуслуги и посетив паспортный стол. Во втором случае документы нужно принести с собой. Для этого необходима оплаченная госпошлина в размере, если человек получает паспорт, в размере 300 рублей через портал госуслуг – 210. Если человек подает через портал госуслуг, заполняется форма, соответствующая две фотографии – 3,5 на 4,5. Белый фон обязательно должен быть для фотографии, документы, паспорт, загранпаспорт, если имеется, свидетельство о рождении, свидетельство о заключении либо о расторжении брака. Первый паспорт гражданин Российской Федерации получает в 14 лет. В 20 и 45 лет документ подлежит замене. Также его следует заменить при изменении внешности, смене фамилии, имени или отчества. Также заявление о замене удостоверения личности может быть подано в случае, если паспорт по тем или иным причинам был поврежден. Анна Бугаева недавно отметила 20-летие с заменой основного документа, решила не затягивать. Воспользовалась порталом госуслуг. Вместо того, чтобы стоять в длинную очередь, подать заявление на госуслуге. Быстро довольно-таки все среагировали. Хорошее качество обслуживания. Я заполнила заявление. Через три часа мне пришла квитанция об оплате госпошлины. Назначили дату и времени. И сегодня я пришла получить паспорт. Кроме того, с 1 июля 2022 года МФЦ и Организации социального обслуживания передают поданные гражданами для оформления паспорта документы в УВД в течение одного дня. Раньше на это требовалось три дня. Елена Чернявская, Сергей Баскин. События. Первый серьезный экзамен не сдали. После уверенной победы над Оренбургом самарским крыльем советов предстояло пройти испытание игрой с действующим чемпионом чемпионата России по футболу питерским «Зенитом». Навязать борьбу фаворитам не удалось. Волжане были разгромлены. Подробности встречи в нашей спортивной рубрике. На матч второго тура чемпионата России по футболу футболисты крыльев советов вышли в футболках в поддержку Сергея Пеняева. Полузащитник в ближайшее время не поможет команде. Он проходит лечение от левостороннего спонтанного пневмоторекса. Сроки восстановления пока неизвестны. Сам матч против «Зенита» для самарцев начался крайне неудачно. Сначала на пятой минуте хозяева заработали пенальти. Коваленко сыграл рукой в своей штрафной. Голкипер Крыльев Иван Ломаев отбил удар с точки, а вот справиться с добиванием истового не сумел. И уже на 12-й минуте арбитр назначил еще один 11-метровый ворота самарцев. Якуба сбил соперника. Второй пенальти исполнял Кузяев и оказался точен. 0-2 для Крыльев на старте матча. Дальше с «Зенитом», когда он ведет 2-0 на своем поле, учитывая, что еще предельно мотивированная команда была после того, как потеряла очки в «Химках», в этой ситуации, конечно, нам было очень сложно. И мы не контролировали игру в этот. Мы не смогли оказать давление на соперника. Прийти в себя самарцам после такого начала не удалось. А игроков «Зенита» такое положение дел вполне устраивало. Поэтому игра успокоилась и моментов почти не возникало. На 31-й минуте хозяева перехватили мяч на чужой половине поля и в несколько передач разрезали оборону Крыльев. Красивую комбинацию завершил «Мостовой», который оформил дубль и сделал счет разгромным. 3-0 в пользу «Зенита». Во-первых, надо было внимательно сыграть и в обороне, потому что качественно играет «Зенит» и из-за ошибки любые счет мог быть уже неприличным. Во-вторых, какие-то детали в настрое, в тактическом плане надо было внести. И мы, конечно, об этом говорили. Во втором тайме Коваленко мог отыграть один мяч, но после его удара снаряд пролетел рядом со штангой. Перевернуть игру «Самарцы» так и не смогли. Но и у «Зенита» изменить счет больше не получилось. 0-3 – поражение Крыльев, после которого «Самарцы» оказались на седьмом месте в турнирной таблице. А лидером чемпионата стал московский ЦСКА – единственная команда, одержавшая две победы в двух играх. Следующий матч Крылья проведут дома – 31 июля против «Столичного торпеда». В «Самаре» определились победители и призеры любительского турнира «Лето с футбольным мячом». За награды городского этапа соревновались почти 3000 юношей и девушек. В этом году впервые за 14 лет проводилось параллельно два турнира. До этого составы команд были смешанными. Подробнее расскажет Сергей Кизоркин. Другая здесь в центре, но с движением. Тренер Павел Журавлев – дворовую команду, состоящую только из одних девушек, сформировал 11 лет назад. До этого приходилось играть в турнире «Лето с футбольным мячом» только с юношами. В этом году впервые за 14 лет был сформирован женский дивизион. И команда «Ирбис» Павла Журавлева стала первым чемпионом этого турнира. Сначала они победили на отборочном этапе в Кировском районе. Затем в финале городского. Надеются, что в областном соревновании их тоже ждет удача. Будем бороться на области, чтобы поехать в Казань. Городской турнир «Лето с футбольным мячом» в 14 сезоне бьет рекорды. За награды соревновались более 180 команд. Это почти 3000 участников. Вначале в каждом районе города прошли отборочные соревнования. Финалисты в двух возрастных категориях до 12 и до 14 лет и в двух дивизионах юноши и девушек чемпионов определили на мини-стадионе на площади Куйбышева. Соревнования прошли при поддержке городского департамента физкультуры и спорта. Мы не отстаем от мировых тенденций. Мы идем вместе и количество участников девочек тоже растет. Я поздравляю всех победителей с хорошей и красивой игрой. И надеюсь, что они с достоинством будут представлять наш город на областных соревнованиях. Впервые соревнования прошли в 2009 году в железнодорожном районе Самары. Затем приобрели общегородской масштаб. С 2011 областной, с 2019 вышли на всероссийский уровень. Лето с футбольным мячом – массовый любительский турнир. А значит, есть из кого выбрать и пригласить игроков в профессиональный футбол. Для Академии Крыльев-Советов это хорошая площадка для селекции. И пример прошлого года мы двух ребят с области взяли к себе в Академию. Мальчиков. Мальчиков, да. Поэтому это очень хороший турнир. В первую очередь, наверное, популяризация и развитие футбола, спорта, здорового образа жизни. Чемпионы областного этапа лета с футбольным мячом определятся в первой половине августа. В конце лета лучшие команды поедут защищать честь Самарской губернии на всероссийские соревнования. Сергей Кезоркин, Максим Гусев, События. Эксклюзивный проект телеканала «Самарагиз». Обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки напоминают, что родителям при рождении близнецов, а также двух и более детей, предоставляется единовременная выплата. За ее оформлением одному из родителей нужно обратиться в МФЦ. Необходимым условием является постоянная регистрация одного из взрослых и детей в Самаре. Подробную консультацию о выплате можно получить по телефону 340-55-22. Администрация Ленинского района в своем телеграм-канале приглашает жителей города принять участие в конкурсе социальных и культурных проектов. Его цель – повысить эффективность благотворительной деятельности, поддержать инициативы общественных организаций и населения в решении актуальных социальных проблем. Конкурс предусматривает проектный подход, аналогичный распределению грантов в научной среде. Эта схема была выбрана для того, чтобы повысить экономическую эффективность организаций, которые работают в социальном секторе. Проводиться он будет по трем номинациям – экология, духовность и культура, спорт. Все о преимуществах удобной системы ГИС ЖКХ рассказывают в телеграм-канале советского района. Государственная информационная система ЖКХ – это единый ресурс, где собираются данные о состоянии жилищно-коммунального хозяйства со всей страны и всех участников рынка. Через ГИС ЖКХ россияне могут взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, органами власти различных уровней. Система доступна по ссылке dom.gosuslugi.ru. На этом пока все. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, на страничках в Одноклассниках и во Вконтакте. Выпуски новостей смотрите в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!